Радио Болтком Как совместить работу и частную жизнь И это совсем сейчас актуальный вопрос С учетом того, что мы продолжаем Уже многие по-прежнему продолжают И после локдауна работать удаленно Как вам кажется все-таки Ваши ощущения, общаясь И с руководителями фирм Компаний, и с наемными работниками Мы уже привыкли вот к этой Новой жизни, и как мы вообще В этом себя чувствуем В работе удаленно, из дома Зачастую Ну, я думаю так, что Ковид сам по себе Очень нехорошая вещь Она требует довольно Много жертв насчет здоровья Но есть одна хорошая вещь Что этот ковид сделал Он очень-очень ускорил Переход на отдаленную работу Там, где это возможно И там, где люди Можут по своей домашней ситуации Позволить себе работать дома Чтобы там была нормальная Обстановка И то, что, конечно Для очень многих людей Которые раньше не могли Ну, толком совместить Работу с уходом За кого-то из своих близких Это было очень-очень трудно Совместить Сейчас на целом ряде профессий Это уже возможно стало И это уже как будни Это привычное дело Что вот человек может Что мы покупаем Не дежурное время То есть, да Что он отсидел там Столько-то, столько часов В каком-то месте Мы покупаем работу Работник должен сделать То, что он знает Что он И это, конечно Повышает уровень ответственности Самых работников Они сами Более организованные И все это прочее И нету больше такого Ну, что я там Сделал работу Не сделал Пять часов Поднялся Пошел Да, сейчас все-таки Люди сами знают Как они организовывают Своё время работы И как они И это, конечно Очень большой шаг вперед Я думаю Потому что это и уменьшает СО2 То есть, на перемещение Ну, довольно много людей Ездили Ну, из-за границ Лиги В центр Обратно Там 30 километров Одну сторону 30 в другую Очень много времени тратилось Да Да Это будут Хорошие такие Ну, конечно Да Есть очень много людей Которые на данный момент Сможут более хорошо Совместить Работу Но не во всех профессиях Конечно Да Потому что, я так понимаю Ещё Ну Чистить помещение И всё это прочее Это ещё так Не сразу Возможно Конечно Конечно Происходит Работизация Но Всё-таки Человек должен Находиться На местах И есть очень много Всё-таки Такие Ну, если мы Смотрим Производство Тогда Тогда Там тоже Очень много Всё-таки Надо Находиться На месте Да Да Вот если мы говорим О таком диалоге Правительства С теми же Работодателями Вот всё-таки За два года Много чего Изменилось Я так понимаю Что правительство Тоже При всех ошибках Которые она совершает Она пытается Какой-то диалог Вести И я знаю Что и вас представитель На заседаниях В заседаниях Правительства Участвует И в заседании Вот этой группы Оперативного управления И так далее И тем не менее Некоторое решение Создается такое ощущение Что не до конца Вот чиновники И понимают Как вот работает Реальная экономика Реальный бизнес Ну, к примеру Вот это решение Кабинета министров Что 6 декабря Проводить Вот это такое Тотальное тестирование Да Как эта логистика Будет организована Представители фирм Что должны быть В очереди Стоять за тестами Ну, то есть Решение принято А как дальше Это будет исполняться Пока не ясно Ну, это Конечно С одной стороны Это шаг В правильном направлении Потому что Мы понимаем Что При нынешнем Удельным местам Вакцинированных людей У нас еще Есть очень Ну, довольно Большая опасность Насчет того Что Ну, распространение Этого вируса Потому что Мы все так И как-то Сейм Не Не Одобрил Тот Законопроект Который Правительство Подало 16 июля Сейм На удобрение Сейм не Одобрил И сейчас У нас Ситуация Довольно такая На Каждый месяц Мы делаем В среднем Валовый продукт Латвии Делается В среднем 2,5 миллиарда Значит От этого Где-то 800 миллионов Идет На На Налоги Да И если Мы так Смотрим Значит Если Один месяц Вообще Все Остановить Тогда Мы теряем Очень Очень Большой Валовый продукт И очень Большую Массу Налогов Значит Поэтому Этот Расчет Был Такой Что Да Хорошо Правительство Оплатит Там Эти Ну Несколько Миллионов Сколько Надо На Тестирование Чтобы Заранее Исследить Все Эти Моменты Когда Распространяется Вирус Да Ну Конечно Тут Будет Опять Чуть Чуть Проблема Но Я думаю Что До 6 Числа Хотя Там Только Чуть Больше Недель Осталось Какая Ясность Будет Как Это Будет Проводиться И Если Не Будет Ясность Тогда По-моему Логично Было Просто Чуть Откладывать Это Число Чтобы Это Не Создало Ситуацию Что Ну Затруднение Опять Экономики Да Потому Что Самое Важное Нам Не Останавливать Экономику В тех Секторах Где Мы Можем Продолжать Работать Да Вот Говоря Об Экономике Совсем Недавно Именно На этой Неделе 7 Все-таки Принял Бюджет В окончательном Чтении И Там Особо Радикальных Изменений В налоговой Системе Нет Ну Если Не Считать Вот Это Решение Об Увеличении Необлагаемого Минимума Зарплаты Пенсии С 1 Января 350 Евро Необлагаемый Минимум С 1 Июля Следующего Года 500 Вот Как Вам Кажется Может Правительство Несмотря На то Что Год Будет Выборный В этом Случае Правительство Опять Все-таки Пошло В сторону Популизма Потому Что Вы Говорите Что Правительство Повисило Необлагаемый Минимум До 500 Нет Правительство Не повисило Необлагаемый Минимум До 500 Потому Что Если У человека Скажем Там Заработная Плата Полторы Тысячи Что Является Более Менее Там Необлагаемый Минимум Совсем Маленький Совсем Маленький Да Вы Правы границу необлагаемого минимума, дифференцированного необлагаемого минимума для тех, у которых есть маленькие заработные платы. Они будут получать больше. Но в чём проблема? Эта система, такая система сама по себе, она просто не смотрит на то функции, потому что у налога есть некоторые такие объявления. Самая важная функция во всяком случае есть фискальная, но не менее важная функция есть регулирующая, функция налогов. И дифференцированный необлагаемый минимум в исполнении латвийского правительства, он, к сожалению, тянет нас на экономику дешёвой рабочей силы, экономику низких заработных плат и теневую экономику. И проблема в том, что при нормальных заработных плат необлагаемого минимума почти нет. И есть очень большая такая мультяга в ту сторону, что очень дёшево платить маленькие зарплаты, и, может быть, кто-то и умудряется что-то в конверт, но нормальные заработные платы платить дорого. И поэтому у нас рабочие места, где, может быть, нормальные и хорошие заработные платы, они здесь не распространяются так быстро, как должны. И так и мы сидим на очень низком уровне средних заработных плат. Наши соседи нас очень-очень насчёт этого обогнали, потому что налоговая политика неадекватная. И, к сожалению, на это изменение и границу необлагаемого минимума мы будем в следующем году 90 миллионов – это фискальное пространство терять. То, что можно было уделить на то, чтобы всё-таки сделать более нормальные налоги на заработные платы, которые есть нормальные, которые мы можем считать как бычь среднего. А вот что бы вы предложили, что можно было бы сделать, как правильно налоги распределить, налоги на труд, может быть, социальный налог. Вот вы сказали 1500 евро, вы, наверное, абсолютно правы, потому что с учётом дороговизны жизни мы понимаем, что это тот минимум, который вообще нужно иметь, чтобы те, у кого есть семья с детьми. Ну, во всяком случае, если же мы смотрим на налоговые инструменты, тогда единственный налоговый инструмент, который уменьшает неравенство, это есть необлагаемый на изживенца, его можно всегда повышать, тогда есть необлагаемый для пенсионеров, ну, то есть для особых социальных групп, и дополнительно необлагаемый для персон с инвалидностью. Но для рабочих, нормальных людей надо было быть, чтобы необлагаемый минимум, плоский, одинаковый для всех. Ну, для всех работающих, и было бы лучше всего, если бы он был одинаковый для каждого жителя Латвии, если он является какой-то необлагаемый минимум. Он плоский, то, что работник работает больше, и работодатель более хорошую заработную плату ему платит, не должно быть как причиной, что убрать от него необлагаемый минимум. Он теряет. Скажем так, с половины следующего года человек, который брутто получает 1800, он будет терять 100 евро. Чтобы работодатель компенсировал эти 100 евро, работодатель должен отдать 170. Понимаете? Это очень большие суммы. Не делать все, чтобы платили маленькие заработные платы, чтобы было выгодно платить маленькие заработные платы, и чтобы сюда, в Латвию, не шли такие рабочие места, такого экономика более высокой, и добавленной стоимости. Да, и это значит, что, наверное, будет затруднено и приход инвестиций тоже, потому что не очень такое. Приход инвестиций в такие отрасли, где низкая добавленная стоимость, она будет продолжаться, конечно, чуть-чуть будет идти в лучшую сторону, но не таким темпом, как мы могли бы и как мы должны идти таким темпом, чтобы достичь какой-то уровень, более близкий к, можно сказать, к среднему уровню Евросоюза. К сожалению, мы насчет этого на валовый продукт, на одного рабочего и валовый продукт на жителя страны, мы являемся около, ну, второе, третье место с нижнего конца, к сожалению. И, ну, было бы все понятно, если бы не были соседи. Если один сосед уже нас обогнал на 25% выше, и другой уже на 10% с 2016 года обогнали, и, ну, вот уже на 10% обогнал. Понимаете, что если мы смотрим на, просто на бюджет, если у нас был бы этот валовый продукт на 25% выше, как это есть у одного нашего соседа, который прошел тот же исторический путь, на 25% выше валовый продукт на жителя, тогда бы при таком же налоговом бремени наш бюджет был бы 2,5 миллиарда выше приходов. То есть, да, а на данный момент мы просто опять заезжаем, но на 1,6 миллиардов заходим в долг, увеличиваем свой долг в бюджет следовательного года. Если самое важное, в конце концов, понять, что экономика, это есть эти 600 тысяч людей, которые работают в бизнесе, что это и есть то, что дает валовый продукт. А остальные, ну, там люди есть очень много, которые оплачивает государство, они дают возможность экономике развиваться, чтобы вообще было тут, да, и все это проще. Но самое важное, что этот взгляд на бизнес должен быть совсем иначе. И, ну, я должен сказать, что если мы сравниваем так чуть-чуть время назад, когда очень такой хороший взгляд на экономику, на бизнес был, к сожалению, но при… в 17-м году, в 18-м году, да, тогда, конечно, 16-й, 17-й год, это было, когда министр финансов смотрел, как сделать лучше для развития экономики. Вот, к сожалению, последние годы это уже идёт более в сторону популизма. Но плохо то, что этот… Ну, это… Ну, вирзенш, да, что… Это направление, да. Это направление, оно заставляет нас всех жить в экономике низкой добавленной стоимости. И, вообщем-то, мы со своим бюджетом разделяем свою бедность. Свою бедность. Мы могли бы быть куда более высокой добавленной стоимости, мы могли быть с более высоким балловым продуктом, как минимум, на 25% он мог быть выше, и тогда бюджет был бы на 20% выше, и, значит, все, которые получают из государства свои заработные платы, они могли бы получать нормальные заработные платы, и пенсии были бы выше, и всё. Понимаете, мы на данный момент разделяем, ну, какую-то, можно сказать, бедность, по идее. Да. Ну, вот, конечно, мы не самое плохое место в Евросоюзе, но, к сожалению, одна из самых низких. Да, вот такой вопрос хотел тоже задать. Вы уже упомянули частично. Не является ли вообще опасным вот для экономики и для бизнеса вот это очень резкое наращивание государственного долга, потому что уже в бюджет заложено, что у нас государственный долг превысит 51% от ВВП или ИКП? Это уже достаточно тревожный момент. Ну, так, этот, сам по себе этот фактор, что, ну, такой уровень, он не такой уж страшный, потому что есть очень много государств, которых есть он выше. Но я опять должен сказать, что один из наших самых близких соседов уже сколько лет не выращивает свой этот, да, у них есть сбалансированный бюджет, да. Значит, сбалансированный бюджет – это возможно. И, конечно, кому-то когда-то придется за это расплачиваться, когда будет расти, опять же, все-таки, ну, придет время, когда будут расти эти ставки на процентные ставки на деньги, да, тогда, конечно, наше государство будет довольно много тратить на обслуживание внешнего долга, да. И это, опять же, будут деньги, которые отняты от того, что государство может сделать само лучше, да. Ну, это есть, конечно, такая проблема. Есть, что лучше не наращивать. Ну, конечно, если есть, мы смотрим, что это все-таки год, когда проходит выбор Сейма, тогда правящие партии ну, чтобы сохранить власть, они думают, как это сделать, чтобы все-таки, ну, получить более голосов, чтобы сохранить власть на следующий срок. И это понятно. Но из-за этого тратить такой большой перевес, если мы тут уже за пару лет, ну, это, конечно, из-за COVID и все это прочее, но тоже наша система борьбы с COVID, она очень дорогая. Мы делаем очень такие, к сожалению, и такие шаги, которые не уменьшают распространение COVID, то есть такие ограничения, которые не уменьшают распространение COVID, но они очень дорогостоящие. Также прикрытие этих больших магазинов, из-за которых концентрация на улицах в очередях у маленьких магазинов и все это прочее, эти, они дорогостоящие для экономики, для бюджета, но их мы как-то умудряемся все-таки сделать. И это, конечно, мы выращиваем свой, ну, кто-то должен будет эти деньги отдать. Это будет, ну... Болезненный процесс, да. Вот еще вы упомянули вот эти ограничения, мы понимаем, об этом сказали в самом начале, что понятно, что пандемия, тяжелая вещь, COVID, все это ясно, ограничения должны быть определенные, никто же с этим не спорит, но иногда действительно логичность этих ограничений вызывает большие сомнения. Ну, вот, не знаю, кафе и рестораны, которые уже тоже, в принципе, выживают с трудом, мы знаем, что их периодически закрывают, да, как мы знаем, сейчас их время ограничено до 21.00, при этом, ну, очень логичного объяснения я не услышал, можно подумать, что если кафе будут или рестораны продолжать работать до 22, то, не знаю, вирус именно нападет на человека в 21.05, то есть иногда не очень это логично, то же самое ни в коем случае я там не лоббирую, не поддерживаю там этот игорный бизнес, но ведь мы понимаем, что если мы запрещаем им работать, значит, мы все налогоплательщики будем компенсировать то, что они не работают, ну, какой в этом смысл? Ну, да, это, понимаете, если мы смотрим тогда на этот ограничений, есть ограничения, ну, скажем, как продлили школьный этот каникул, продлили. Понятно, да. Там довольно большой оборот всегда, да. Там сделали, что, ну, там, с какого-то класса, там, шестого, по-моему, уже все-таки чуть-чуть более отдаленно работали, да, закрыли эти, ну, массовые мероприятия отдыха. Это есть места, где он распространяется. Но если же мы смотрим, опять же, на этот команд-час, или как он называется, да? Да, локдаун этот, да. Да, домоседство, да. Вы понимаете, человек работает, он едет на работу утром и вечером домой, около шести, он полшестого в шесть он заканчивает работу, ему надо попасть домой и по пути надо купить кое-что в магазине. Магазин до семьи, да, был. Невозможно. Прикрыли, закрыли, и эти люди, которые создают валовый продукт в промышленности, они оказались в очень такой нехорошей ситуации. Их зажали в общественный транспорт, там, очень довольно так, ну, плоское время, да? Да, абсолютно, да. Общественный транспорт был довольно наполнен, да? Это опять распространение. Этот команд-натский час, он вообще, по идее, ну, кто ночью, конечно, я слышал еще осенью, я слышал, что надо прикрывать, как раз команд-натский час он эффективен, потому что этот вирус COVID, он в темноте не виден, и он может подкрасться легче к человеку, да? И поэтому надо сделать команд-натский час. Но оказалось, что все-таки и днем его не видно, да? Ну, я скажу, ну, такие запреты. Ну, опять же, эти магазины, да? Суббота, воскресенье большие не работают. Рабочий человек, который создает валовый продукт, он как-то все-таки должен когда-то купить зимнюю обувь и все это прочее, да? Он когда-то это должен сделать. Рабочие дни он не может. Он может быть после работы куда-то бежать и что-то стараться купить, да? У него есть этот сертификат, все есть. Он мог бы идти нормально в субботу или в воскресенье на эти большие магазины, где есть очень большое пространство воздуха, где есть нормальные системы вентиляции. Мы эти магазины закрываем. Что он делает? Он, как, ну, я бы сказал, не совсем послушный гражданин. Он идет к маленькому магазину и толпятся в этих очередях. Зачем? Кому это хорошо? И мы с налогов платим из-за того, что этот большой магазин стоит в простое. Да, ну, да, вы упомянули. Конечно, по-моему, очень-очень много надо думать о том, как мы делаем. Ну, конечно, был тот момент, что, ну, люди все-таки на зиму, им надо было что-то сделать, чтобы дом на зиму перед этим сезоном отопительным было все в порядке. Прикрыли эти буматриалы. Что случилось? Очень многие ездили в Литву в магазинах. Ну, мы там этот ПВН оставили там, все оставили там. Еще заполнили бак, значит, и акциз на горючее тоже, опять же, мы там оставили. Это все должно было работать и оставаться здесь, да. И что толку, что они там ездили? Ну, я понимаю, что, может быть, кто-то думает, что очень опасно то, что, ну, как было до 19-го года, конечно, ну, было такое, что, ну, некоторые люди, как эти большие магазины, их лилвеклы, они использовали как один день от, ну, выходных. Он просто и шел туда, обошел все магазины, идел там, и хорошо посидел в ресторанчике, и все было хорошо. Это его как вид отдыха. Но на данный момент это тоже давно не работает, да. Это люди идут, и они хотят купить то, что им обязательно нужно, да. И вот эти, ну, кривые, нелогичные ограничения, они требовали, их проверка требовала очень много сил из государственного сектора, то есть, ну, эти штрафы, все соблюдение, да. И при том, одновременно, мы должны были налогов платить за то, что за этот простой. Ну, кому это надо, я не знаю. Да, еще, может быть, такой вопрос, который я хотел задать. Вы упомянули о наших соседях, Литве и Эстонии, которая, к сожалению, по многим позициям нас обходит. Но вот такой спорный вопрос. Эстония, к примеру, как мы знаем, еще летом приняла закон, позволив населению при желании изъять свои накопления во втором пенсионном уровне. И мы знаем, что здесь вот на платформе Manabals.rv начали собирать подписи, чтобы в Латвии сделать то же самое. Поддерживаете ли вы такой шаг? Нет, я думаю, что это не совсем хорошо. Во-первых, тут есть некоторые некоторые аспекты. Первый аспект, у них второй уровень менее накапливающий. У них чуть-чуть, они, во-первых, в 98-м году только выбили реформу пенсии, и у них маленькая процентная ставка, которая уходит на второй уровень. Он такой, как полу-припратекс. То есть добровольный, да. Да, он полудобровольный такой, что если человек уплачивал, тогда от первого уровня давали на второй. Значит, у них еще есть базовая пенсия, у них еще более, у них честная и такая хорошая система расчета на начальный капитал. У нас начальный капитал очень нечестно сделан был, к сожалению. В 95-м году тот закон, он предусматривал, что начальный капитал на все тот период, который до 96-го года, он очень такой нечестный, нехороший, у них он нормальный. И да, у них есть нормальная базовая пенсия, и у них есть валовый продукт где-то на жителей на 30% выше, чем наш. Значит, у них средняя заработная плата куда выше. Значит, они если уплачивать такой же налог на рабочую силу, в Латвии, там для пенсионного фонда получается куда более много денег. И еще что важно было, что они сказали, если вы хотите на данный момент забрать эти деньги, тогда вы должны уплатить 20% подоходного налога. И тогда человек уже должен думать, а сегодня мне эти деньги нужны, или все-таки лучше там стоит. И что важно, есть, конечно, там люди, которые эти деньги использовали для приобретения какого-то жилья, недвижимости, скажем, или как первый износ для покупки недвижимости. Тогда он рассчитает этот человек, да, я сейчас возьму кредит, эти деньги будут как первый износ, и мне будет потом, когда я уйду на пенсии, будет легче, потому что мне будет или самому, где жить, не надо будет снимать, что очень важно, да, или я живу в своей квартире, или я должен снимать квартиру, там при одном и том же уровне пенсии очень-очень разные ситуации получаются, да, поэтому это такой тоже важный аспект, ну, который надо иметь в виду, что люди, если они вкладывают эти деньги просто в употреблении, тогда это я бы не поддерживал, если он вкладывает в то, что ему в будущем будет давать легче жить, то есть, да, или сам может жить там в этой недвижимости, или сдавать на аренду, да, и получать добавительную пенсию, которая будет выше, чем этот второй уровень, тогда все это будет хорошо. Да, может быть, такой последний вопрос, вот как вам кажется, все-таки, учитывая то, что мы уже два года живем вот в этих условиях пандемии, ограничений, осознают ли в правительстве, что экономика в Латвии тоже есть свой предел, ты не можешь все время ее каждые там полгода закрывать на какие-то локдауны, закрывать магазины, ну ведь ограничивать производство, но мы все-таки не Германия, у нас нет такого запаса прочности, что в конце концов все просто остановится. Ну, я думаю, что остановиться не остановиться, но, конечно, дергать экономику, ну да, вы правы в том, что если ее все время дергать, конечно, тут довольно мало есть, очень плохо есть сделать прогноз, какой-то, ну, бизнес он должен, ну, это вообще, мы вкладываем, то есть этот предприниматель, он вкладывает в свой бизнес-план, он знает, что, как, чему. Когда начинается это, что дергает туда-обратно и при том он не знает, как, что будет завтра и что будет послезавтра и что в пятницу вечера может принять указ, который начинает работать уже субботу утром, да, и все это прочее. Это, конечно, дергает и это не дает возможности, ну, если кто-то должен смотреть со стороны на Латвию, да, тогда он должен смотреть и он увидит, что он единственный, куда он может вкладывать, это такие, на такие, на такой бизнес, где не надо больших инвестиций и где мы можем получить качественную, квалифицированную рабочую силу за небольшие деньги, да, но, к сожалению, это на данный момент так, потому что вкладывать, ну, такой бизнес, который большой, делает большой валовый продукт на каждого рабочего, это довольно, надо, очень, планы должны строиться на, ну, как минимум 6-7 лет вперед, да, ну, это как минимум, да, и тут, конечно, если есть такое, что ты можешь работать, не можешь работать, это дает довольно так, ну, это не способствует, во всяком случае, приход инвестиций таких, которые у Латвии очень-очень нужны. Так, это правда, с этим сложно, не согласись. Спасибо большое, Петрис Лейшко, он у нас был на прямой связи, эксперт Латвийской конфедерации работодателей, большое спасибо. Спасибо.